Здравствуйте, Татьяна Викторовна. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Давайте проверим тоже при помощи нашего огонечка, насколько хорошо меня слышно. В чат, опять же, ничего не пишите, просто огонечком вижу реакцию. Большое спасибо. Тема сегодняшнего нашего вебинара, я еще раз назову ее, опыты и эксперименты с различными материалами, как средства развития познавательных процессов. Что хотелось бы в начале вебинара сказать? Если есть вопросы, пожалуйста, отсылайте сразу в папочку «Вопросы», потому что в чате они теряются, потом их просто невозможно найти. Это первое. И второе, вам уже Татьяна Викторовна сказала, есть файлик, там будут определенные эксперименты, которые вы можете использовать на своих занятиях. Сегодняшний наш вебинар по содержанию будет немножечко и теоретический, потому что не вижу смысла просто перечитывать вам эксперименты, которые вы можете провести с детьми. Они все есть в файле, и, надеюсь, вы будете их использовать в дальнейшей своей работе. Но пока вот шел чат, смотрю, очень много и воспитателей, и педагогов просто обычных школ. Очень приятно. Но давайте начнем наш сегодняшний вебинар. Развитие исследовательских способностей. Ребенка – одна из важнейших задач современного образования. Мы с вами сейчас понимаем, что просто дать готовые знания ребенку – это не так важно. просто заложить то, что мы знаем, и передать какую-то информацию, опять же, не так важно. Мы с вами сейчас понимаем, что необходимо детям передать именно возможность получать эту информацию. Мы должны их научить учиться. Как говорил один из моих педагогов, что я должен вам рассказать, где получить эту информацию. Информацию в современном мире, мир перенасыщен информацией, и именно поэтому запомнить все просто невозможно и просто нереально. Мы должны научить детей учиться и научить детей добывать знания самостоятельно. Потому что кто, как не мы, знаем, что если ребенок делает ту или иную задачу самостоятельно, если он добывает знания самостоятельно, то, естественно, он запомнит эти знания лучше и прочнее. А знания, полученные в результате собственного эксперимента, исследовательского поиска, значительно прочнее и надежнее для ребенка тех сведений о мире, что просто получено репродуктивным путем, что просто мы им рассказываем. Детей необходимо знакомить с информацией и технологиями, которые пригодятся им в будущем. Ребята должны быть вовлечены в исследовательские проекты, творческие занятия, в ходе которых они научатся изобретать, понимать, осваивать новое, быть открытыми и способными выражать собственные мысли и доказывать, опять же, собственные мысли, аргументированно это делать. Уметь принимать решения, уметь помогать друг другу, формулировать интересы и осознавать свои возможности, осознавать то, что они могут делать самостоятельно. Приобретаемый поисковый опыт поможет в дальнейшем развивать успешно не только академические способности, но и творческие навыки. Наверное, каждый из нас вспоминает эксперименты на уроках химии, на уроках физики, опыта и эксперименты. И для нас уже даже в более взрослом возрасте, сегодня мы поговорим с вами по большей части о дошкольном и младшем школьном возрасте, об опытах экспериментов. А, наверное, каждый из нас вспоминает уроки химии, физики, и эти опыты для нас тоже казались чем-то фантастическим, чем-то интересным и чем-то захватывающим, даже вспоминая себя уже в более взрослом возрасте. Для детей дошкольного возраста это является вообще очень большим таким фактором для дальнейшего развития, для их дальнейшего развития, извините, отвлеклась на чат. Если говорить о сегодняшних содержательных вопросах вебинара, что же мы с вами сегодня рассмотрим? Это значение экспериментирования в развитии, что же дают нам эксперименты, задачи опытной экспериментальной деятельности, методика проведения опытов экспериментов, я расскажу, что можно делать в небольших группах в садах, в небольших классах, что можно включить, чтобы дети вовлекались в экспериментальную деятельность. И виды эксперимента, основные формы организации экспериментирования. Это четыре вопроса, которые мы с вами сегодня рассмотрим. Если вспомнить слова китайской пословицы, она говорит, «Расскажи, я забуду, покажи, и я запомню, дай попробовать, и я пойму». Это именно то, о чём я говорила ранее, что знания, добытые самостоятельно, они закрепляются лучше. И мы с вами понимаем, что если ребёнок сделал ту или иную задачу самостоятельно, то, во-первых, он более проще и более лучше понял, как же это действует, и закрепил эти знания. Одно из направлений детской экспериментальной деятельности, которую я активно использую, и наш центр активно использует на своих занятиях, это опыты. Они проводятся как на занятиях, так и совместно с воспитателем или же педагогом. Опыт – это наблюдение за явлениями природы, которые производятся в специально организованных условиях. Мы с вами это всем прекрасно понимаем. И небольшие выдержки. Что же такое эксперимент? Это эксперимент происходит от греческого, переводится как «пробо-опыт». И современный словарь иностранных языков даёт следующее определение. Научно представленный опыт, наблюдение и исследуемое явление в научно-учитаемых условиях, позволяющих следить за ходом явления и многократно воспроизводить его при повторении этих условий. То есть, если у нас с первого раза не получилось что-то, если у нас с первого раза ребёнок не смог, грубо говоря, запомнить что-то, понять, мы отлично понимаем, что именно эксперимент, опыт мы можем провести второй раз. Для чего? Для того, чтобы ребёнок мог более полно понять тот или иной момент. Если говорить ещё о других определениях, что же такое эксперимент, это планомерное проведение наблюдения, тем самым человек даёт возможность наблюдать за определёнными закономерностями. Но не будем останавливаться прямо на самих определениях долго. Мы вкратце разобрали, что же такое опыт. И академик Подьяков, его многолетние исследования дают основания для формулировки основных положений. Что же такое детское экспериментирование и зачем оно нам нужно? Зачем мы проводим опыты и эксперименты с детьми? Детское экспериментирование является особой формой поисковой деятельности, в которой наиболее ярко выражены процессы цели образования, возникновения и развития новых мотивов личности, лежащих в основе самодвижения и саморазвития. В детском экспериментировании наиболее мощно проявляется собственная активность детей, направленная на получение новых сведений, новых знаний, на получение продуктов детского творчества, даже какие-то постройки, рисунки, сказки. Это продуктивная форма экспериментирования, и мы тоже это относим к эксперименту. Детское экспериментирование является стержнем любого процесса детского творчества. В детском экспериментировании наиболее ограничено взаимодействуют психические процессы дифференцирования и интеграции. Деятельность экспериментированная, взятая во всей ее полноте и универсальности, является всеобщим способом функционирования психики. То есть мы все с вами понимаем, что ребенок уже является экспериментатором, ребенок уже на любом этапе своего развития является организатором опыта. То есть только рождаясь, он получает свои знания при помощи опытов и при помощи экспериментов. Просто в общем мы не называем это, что это эксперимент, а это опыт. Если говорить о том, как же правильно подтолкнуть ребенка к этой исследовательной деятельности, как же правильно подтолкнуть ребенка к тому, чтобы эксперименты, к тому, чтобы опыт стали как бы повседневными в его жизни. Потому что при помощи именно опытов и экспериментов мы с вами понимаем, ребенок будет лучше усваивать ту или иную информацию. В организации проведения опытов можно выделить несколько этапов. Первое – это постановка проблемы и задачи. Здесь мы это делаем не в директивной форме, естественно. Здесь мы делаем так, чтобы заинтересовать ребенка к тому или иному действию. Следующее – это поиск пути решения проблемы. Здесь ребенок может предлагать какие-то свои пути решения проблемы. Или же мы можем предлагать ему несколько вариантов. И из этих нескольких вариантов он должен выбрать свой вариант и предложить развитие своих событий. Следующее – это проведение опытов. Непосредственно само проведение опытов. Здесь мы должны определить, что же за материалы нам необходимы для этого, как мы будем наблюдать и так далее. Здесь самый такой объемный пласт, который необходимо тоже помочь ребенку. Первое – это что мы исследуем, мы ставим проблему. Второе – это как мы исследуем. Третье – непосредственно сам опыт при помощи чего. И необходимо точно так же ребенку сказать о том, что мы фиксируем те или иные выводы, фиксируем те или иные наблюдения. Это может быть устно, это может быть письменно. Письменно, естественно, это будет лучше для того, чтобы потом поработать с этой информацией. И последний немаловажный факт – это обсуждение результатов и формулировка выводов. Если последний этап у нас получается, опять же, не с первого раза, я уже говорила об этом, мы с вами можем повторить наш опыт. Это основные этапы, которые необходимо нам пройти. Очень важно, что в процессе проведения опыта должен быть задействован каждый ребенок. Не важно, что ребенок будет делать. Он принес вам там какой-то листик, он принес вам колбочку, он записывает, он рассуждает. Но если это происходит в классно-урочной системе, естественно, мы даем возможность того, что ребенок у нас должен участвовать непосредственно в самой деятельности, непосредственно в самом проведении наших опытов. Исследовательская поисковая активность – это, как я уже говорила, естественное состояние ребенка. Он настроен на познание окружающего мира, он хочет познавать. Главное, на этом этапе, главное, на этапе взросления ребенка не отбить желание познавать, не отбить желание учиться, потому что именно исследовательская деятельность, она дает возможность дальше развиваться творчески и дает определенный толчок в развитии ребенка. Как же познает мир маленький ребенок? Чаще всего нам кажется, это баловство, но это возможность его познавать. Он рвет бумагу и смотрит, что же получится. Очень часто мы с вами видим, маленькие дети кидают какие-то игрушки и смотрят, как она будет падать, с каким звуком и так далее. Нам кажется, это баловство, и что он над нами издевается? Нет, это его исследовательская деятельность. Ребенок может измерять глубину снежного покрова на участке, объем воды, залазя в эту воду, когда он мокнет, когда он у нас пачкается. Все это объекты исследования. Естественно, мы можем понимать, когда ребенок делает это в исследовательском плане, а когда он делает это немножечко в другом направлении. Но чаще всего дети делают это не потому, что им хочется побаловаться, а потому что они просто проверяют в ходе так называемого своего эксперимента те или иные свои догадки. Они экспериментируют. Наша задача помочь детям в проведении этих исследований и сделать их полезными. То есть, как я уже говорила, направить эти исследования в правильное русло. При выборе объекта исследования, в чем же мы должны помогать нашим детям? При выборе объекта исследования, при поиске метода его изучения, как я уже говорила, мы можем приложить несколько методов изучения, и ребенок может выбрать более подходящий ему. При сборе и обобщении материалов, и при доведении полученного продукта до логического завершения, то есть представления результатов, полученных об исследовании. Я скажу на собственном примере, когда предлагаешь детям проект и говоришь о том, что он будет с определенными опытами, с определенными экспериментами, глаза детей тут же загораются, и они начинают искать возможные выходы решения, возможные методы. И даже когда они оформят уже этот проект в готовый продукт, им необходим выплеск, они начинают говорить об этом опыте просто всем. Как хороший толчок к поддержанию этой искорки в ребенке, можно сделать презентацию того или иного исследования. Тоже будет очень положительно и очень закрепляюще для ребенка. Какие же существуют у нас с вами правила при выборе темы поисково-экспериментальной деятельности? Тема должна быть интересной ребенку и должна увлекать его. То есть тему мы спускаем, может быть, и сверху, чтобы он прошел ту тему, которая необходима нам, но мы должны увлечь его этой темой, мы должны как бы подцепить его интерес. Тема должна быть выполнима, решение ее должно принести реальную пользу участникам исследования. То есть ребенок должен раскрыть лучшие стороны своего интеллекта, получить новые знания, умения и навыки. Как я уже говорила, в исследовании должны быть задействованы все дети. Мы с вами отлично понимаем, допустим, ну, грубо говоря, Даша у нас умеет хорошо делать вот это, а другой момент она умеет делать не очень хорошо. То есть в этом исследовании мы даем возможность сделать Даше то, что она делает хорошо, а в другом исследовании Даша у нас будет просто как помощник. И точно так же мы, зная возможности своих детей, мы с вами работаем с ними довольно-таки долгое время, если это воспитатели или если это педагог начальных классов, мы знаем уже возможности своих детей. И здесь мы должны при помощи опыта и эксперимента показать те возможности, показать те положительные стороны для ребенка, которые он уже развил в себе и знает, что у него здесь получается хорошо. Тогда на этом этапе экспериментальная деятельность будет закрепляться намного лучше. Педагог должен разрабатывать любое занятие, точно сформулировать вопросы, задачи и последовательность. То есть наш опыт, наш эксперимент со стороны педагога должен быть уже распланирован. Не так, что у нас как пойдет, так мы и будем заниматься с детьми. Нет, эксперимент с детьми – это плановое распланированное занятие. И последовательность действий так, чтобы каждый ребенок мог действовать осмысленно. То есть в этот момент мы не торопим детей, дети у нас должны все делать последовательно и обдумывать эти моменты, понимать, что они делают. Тема должна быть оригинальной. В ней необходим элемент неожиданности и необычности. Как я уже говорила о том, что все опыты, все эксперименты дети представляют как что-то фантастическое, как фокус какой-то, как что-то необычное. Именно элемент этого необычности, элемент этого фокуса, элемент этой сказочности мы должны сохранить для наших детей. Тема должна быть такой, чтобы работа могла быть выполнена относительно быстро. Потому что если мы говорим с вами о дошкольниках, дети младше, средней, иногда и старшей группы, сейчас мы с вами знаем, что у нас поколение детей, которым нужно здесь и сейчас, все очень быстро, они не способны концентрировать собственное внимание на одном объекте долговременно. Поэтому следует стремиться к тому, чтобы первоисследовательские опыты не требовали длительного времени. Потом, когда ребенок уже, так сказать, втянется в эту деятельность, потом, когда она будет для него уже нормой, естественно, можно будет проводить уже более длительные опыты по времени. И за счет этого, опять же, развивать исследовательский интерес в детях. Если говорить о целях, опытах и экспериментах, это развитие познавательных интересов, потребностей в состоянии поисковой деятельности на базе обогащенного, сформированного эмоционального, чувственного опыта. Мы с вами знаем, что эмоциональная память – это самая сильная память. Поэтому если опыт, если эксперимент будет приносить нам положительные эмоции, потому что именно положительные эмоции наш организм запоминает надолго, наша нервная система запоминает, опять же, надолго, то положительные эксперименты будут закрепляться, как знания, намного прочнее. А именно это мы ставим в свою задачу. Как мы с вами понимаем, что опыт и эксперимент мы проводим для того, чтобы закрепить те или иные знания в памяти наших детей. Какие же задачи на основе этой цели мы с вами можем выделить? Вызвать у детей интерес к поисковой деятельности, учить, видеть и выделять проблему эксперимента, ставить перед собой цель эксперимента, отбирать средства и материалы для самостоятельной деятельности. Мы все с вами понимаем, что на первых порах, в первые моменты эксперимента, естественно, ставить цель, выделять методы, отбирать средства, материалы. Всё здесь ребёнок на первых этапах делает с педагогом или воспитателем. Позже это уже входит в его привычную деятельность и, естественно, он делает это всё самостоятельно. Также ещё одной из задач опытов и экспериментов является развить личностные свойства, такие как целеустремлённость, настойчивость и решительность. Всё это является моментом того, чтобы развить интерес к экспериментальной и исследовательской деятельности. Что же мы с вами можем сделать по возможности в наших детских садах и в наших группах? Сразу скажу, никаких там суперинновационных материалов покупать для этого не нужно. Если у вас есть такая возможность в вашем учебном центре, в вашем детском саду, в вашей школе, если есть возможность приобрести какое-то оборудование, то да, это хорошо, это отлично. Но по опыту многих школ, по опыту многих детских садов мы с вами понимаем, что нет такой финансовой возможности у многих садов и у многих школ. Поэтому я сейчас вам расскажу, что же можно использовать, просто определённые подручные материалы. Приборы-помощники. Если есть какая-то лабораторная посуда, она осталась от... часто школы отдают, ну просто по нашему опыту нам отдали с одного из кабинетов химии. Просто передали. Если есть такая возможность, нет, это определённые ёмкости, обычные баночки, небольшие. Они могут быть, как у нас, допустим, от того же самого детского питания, какие-то там упаковочные материалы тоже, которые вы просто использовали дома, и на данный момент вам они не нужны. То, что придётся, да, приобрести, это весы. Но я думаю, что это не настолько затратно, как какой-нибудь там супераппарат. Следующий момент – это объекты живой и неживой природы. Их тоже сегодня сейчас перечислю. Ёмкости для игр с водой разных объёмов и форм. Вообще вода очень увлекает детей. И это, наверное, одно из самых простых материалов, которые мы с вами можем использовать. Какие же природные материалы мы с вами можем собрать? Это камушки, глина, песок, ракушки, птичьи перья, спил и листья деревьев, мок, семена и так далее. А природные материалы мы можем с вами даже предложить самим детям принести во время прогулки, либо же во время прогулки с родителями, во время поездки с родителями куда-либо. Дети будут прям в восторге, исходя из собственного опыта, что они принесли что-то в вашу так называемую мини-лабораторию. А следующий это утилизированный материал, проволока, кусочки кожи, мех, ткань, пробки, разные виды бумаги. Всё это тоже мы включаем в нашу мини-лабораторию. Вот из перечисленных, наверное, вы видите, что приобрести нам нужно только весы, а всё остальное мы можем использовать как подручный материал. Что же ещё мы можем включить в нашу мини-лабораторию? Что же ещё мы можем подсобирать, чтобы у нас всё это было? Красители, это гуашь или акварельные краски, может быть остатки в группе с прошлой группы и так далее. Всё это мы собираем, оставляем и пользуемся на наших занятиях по опытам и экспериментам. Дальше медицинские материалы. Это тоже можно уже либо приобрести, либо сказать родителям, чтобы они приобрели. Это мерные ложки, резиновые груши, шприцы, без игл, пипетки и колбы. И какие-то прочие материалы. Это зеркала, воздушные шары, масло, мука, соль, сахар, цветные прозрачные стёкла, сито, свечи. Материал, который находится в уголке экспериментирования, должен соответствовать среднему уровню развития ребёнка. Необходимо также иметь материалы для оборудования, для проведения более сложных экспериментов, допустим, для одарённых детей или для детей с высоким уровнем развития, чтобы им тоже было интересно и чтобы они тоже были задействованы в этой деятельности. Потому что обычные эксперименты будут им поначалу интересны, потом они будут им скучны. Какие же формы поисково-экспериментальной деятельности мы с вами можем проводить? Это непосредственный опыт воспитателя или педагога с ребёнком, самостоятельная деятельность детей, какие-то фронтальные занятия, допустим, это могут быть КВН, развлечения, где дети тоже проводят те или иные опыты, эксперименты, которые будут включены в эту программу. Также мы можем с вами предложить детям понаблюдать за какими-то элементами в природе, рассматривание фотографий, допустим, где в природе существует вода и так далее, какие изменения в природе. Естественно, допустим, изменения в природе в погодных условиях за одно занятие мы с вами чаще всего наблюдать не можем. А при помощи фото мы с вами можем это видеть. Допустим, беседы у нас очень любят, как я уже сказала, дети, работу с водой и беседы по теме, допустим, путешествия капельки. То, как происходит оборот воды в природе. Целевая прогулка или же экскурсия куда-либо. Это все формы для экспериментальной деятельности. Какие же эксперименты мы с вами можем проводить, какие формы у нас есть по классификации. По характеру объектов, используемых в эксперименте, это опыты с растениями, опыты с животными, опыты с объектами неживой природы и опыты с объектами, которых является сам человек. Касаемо опытов с животными и насекомыми, в файле, который есть в доступе для вас, очень интересный опыт советую воспитателям в весеннее или летнее время провести. Самый последний опыт, опыт с насекомыми. Посмотрите, дети очень интересуются им и он их очень захватывает. Следующее, это по месту проведения. Мы можем проводить с вами, знаем, в классе или группе, на участке и в лесу и поле, если есть такая возможность. По количеству детей это могут быть индивидуальные опыты. Очень часто индивидуальные опыты мы с вами можем выключить в проектную деятельность, потому что мы с вами понимаем, что проекты сейчас просто везде. И приходя в первый класс, ребенок уже должен уметь делать тот или иной проект, писать проект. Чаще всего этим мы с вами понимаем, что занимаются родители. Но если на этапе детского сада мы с вами заинтересуем ребенка, то родителям будет немножечко легче. Следующее, это групповые и коллективные, когда у нас задействована вся группа. По причине их проведения. Случайные. Это если дети заметили какой-то момент, то мы подстегиваем их интерес именно проведением опыта и эксперимента. Следующее, запланированные и поставленные в ответ на вопрос ребенка. Запланированные те, которые у нас идут с вами по плану нашего учреждения. И поставленные в ответ на вопрос ребенка. Опять же, то, что ребенок у нас увидел, задал вопрос. В данной ситуации провести мы этот опыт не можем. Мы его планируем и проводим уже немножечко позже. И по характеру включения в педагогический процесс это эпизодические, проводимые от случая к случаю, и систематические. Естественно, если у нас наши опыты будут систематические, то закрепить именно интерес к экспериментальной деятельности у нас будет нам проще. По продолжительности, это крыковременные и длительные. По количеству наблюдений за одним и тем же объектом. Это однократные, когда мы наблюдаем с вами один раз, и многократные или циклические. По месту в цикле. Первичные, повторные, заключительные, итоговые. Но на этом теории останавливаться прям долго не буду. В общем плане. Также по характеру мыслительных операций. Что же они у нас подстегивают, что же у нас они развивают. Это могут быть констатирующие, позволяющие увидеть какое-то одно состояние объекта или одно явление вне связи с другими объектами и явлениями. Сравнительные, когда мы с вами развиваем процесс сравнения у ребенка, они позволяют увидеть динамику процесса или отметить изменения в состоянии объекта. Обобщающие эксперименты, в которых просвеживаются общие закономерности процесса, изучаемые ранее по отдельным этапам. Это наш анализ и синтез. Естественно, здесь он включается в нашу мыслительную деятельность. По характеру познавательной деятельности. Это иллюстративное, когда дети уже подтверждают свои знания. Или же решение экспериментальных задач. Здесь у нас дети добывают знания самостоятельно, то, о чем они еще не знали. И по способу применения в аудитории. Это демонстрационное, когда у нас дети просто смотрят. И фронтальное, когда они у нас выполняют ту или иную деятельность. Следующий момент. Это у нас будут особенности экспериментирования в разных возрастных группах. Какие же эксперименты мы с вами можем предлагать тем или иным группам. Не бывает форм экспериментирования специфических для той или иной возрастной группы. Ребенок любого возраста должен свободно владеть всеми формами, присущими предшествующим возрастам. И одновременно усваивать новую форму, до которой он уже дорос. То есть наша зона ближайшего развития. Чтобы такое стало возможным, то здесь у нас педагог работает сразу на двух уровнях. То есть проводит эксперименты с соответствующие достигнутым возможностям детей. И одновременно, незаметно готовит их к освоению новых, более сложных тем. Таким образом, у каждой формы будет существовать нижний возрастной предел ее использования и ее верхний возрастной предел. То есть будет состоять из двух моментов. Если мы с вами говорим о второй младшей группе. На четвертом году жизни возникает наглядно-образное мышление. У детей ярко проявляется любопытство. Они задают большое количество вопросов о природе. Это говорит о том, что у детей есть определенная сумма знаний. Сформировалась способность сопоставлять факты, устанавливать между ними хотя бы простейшие отношения и видеть пробелы в своих знаниях. Дети стали понимать, что знания можно получить вербальным путем от взрослого человека. То есть то, что им расскажут. Что же важно? Важно не сообщать детям знания в готовом виде, помочь ребенку получить их самостоятельно, поставив небольшой опыт. Педагог помогает продумать методику проведения опыта, дает советы, вместе с ребенком выполняет опыт, а дети данного возраста еще не могут работать самостоятельно, но с удовольствием делают это совместно. В процессе проведения опыта или эксперимента детям уже можно предлагать одновременно выполнять два действия. У детей четвертого года жизни начинает формироваться произвольное внимание, что позволяет делать первые попытки фиксировать какие-то результаты, но при этом необходим тот момент, что форма фиксирования результата должна быть уже готовой. То есть есть определенные вопросы, где ребенок там, допустим, ставит плюсики или галочки. Естественно, писать он еще полные слова вам не будет, но мы читаем ему вопросы, говорим, либо нарисовать тот или иной момент, что тоже будет уже доступно ребенку. Дети уже способны устанавливать простейшие причинно-следственные связи, начинают задавать вопрос и стараются сами дать на него ответ. Приобретая личный опыт, дети с четырех лет уже могут иногда предъявить отрицательные результаты своих действий, поэтому реагируют на предупреждение педагога более осмысленно, но следить самостоятельно за выполнением правил безопасности еще не могут. Здесь необходимо, естественно, при соблюдении любого опыта мы при проведении любого опыта мы соблюдаем технику безопасности. Если мы с вами говорим о средней нашей группе, на данном возрастном этапе уже наметившиеся тенденции усиливаются, детям задается больше вопросов, потребность получить ответ экспериментальным путем укрепляется, опираясь уже на накопленный жизненный опыт, ребенок действует более целенаправленно и уверенно. Теперь ребенку можно предложить выполнить не только два действия, но иногда три, если данные действия не сложные и если какие-то действия уже ему знакомы и доведены до автоматизма. Дети начинают проявлять первые попытки самостоятельности, и если процедуры просты и не опасны, то непосредственное участие взрослого уже не так важно, то есть здесь мы можем уже в раздеправлении передать нашему ребенку. Но присутствие педагога рядом также необходимо даже в плане определенной поддержки. В этом возрасте ребенку необходимо одобрение его деятельности, иначе интерес очень быстро пропадет. То есть здесь мы хвалим ребенка и поддерживаем его. Если мы с вами говорим, но на этом возрастном этапе фиксация наблюдений, еще опять же мы используем готовые формы и постепенно применяем рисунки. Рассказывая об увиденном, дети не ограничиваются отдельными фразами, сказанными в ответ на вопрос педагога. Они уже произносят несколько предложений, и при помощи наводящих вопросов воспитатель может вытянуть какие-то главные моменты. В средней группе можно начинать проводить более длительные наблюдения, которые еще не являются экспериментами, но создают предпосылки для их проведения в будущем. Если говорим с вами о старшей группе, что же мы включаем сюда? К этому возрасту при правильной организации работы у детей уже формируется устойчивая привычка задавать вопросы и пытаться самостоятельно искать на них ответы. Именно, наверное, этого мы с вами должны добиться к моменту перехода ребенка в старшую группу, чтобы он сам задавал вопросы и пытался опять же сам найти на них ответы. Возрастает роль воспитателя как умного друга и советчика. Он ждет, когда ребенок сам обратится за помощью, при этом взрослый не дает сразу готовый ответ, а старается помочь самостоятельно добраться до истины. Работа чаще всего осуществляется по этапам. Сначала дети выслушивают и выполняют одно задание, потом получают следующее, но благодаря увеличению объема памяти и усилению произвольного внимания здесь можно давать уже одно задание на весь эксперимент и следить за ходом выполнения, что тоже немаловажно. Здесь развивается наша память и наше уже внимание. Следующий момент это у нас что в этом возрасте детям уже доступны двух и трехчленной цепочкой. То есть здесь уже можно развивать этот момент следственной связи и чаще задавать вопрос почему. В связи с тем, что эксперименты становятся сложнее, самостоятельность детей увеличивается, надо больше внимания уделять соблюдению правил безопасности и если педагог предоставляет такую возможность, то в дальнейшем мы можем использовать эти эксперименты и в других возрастных группах. Следующий момент это подготовительная группа. Инициатива по проведению экспериментов распределяется равномерно между воспитателем и детьми. Появляются эксперименты, в которых дети самостоятельно задумывают опыт, сами продумывают как будто его как будут его проводить. здесь дети у нас уже постарше и распределяют между собой обязанности, самостоятельно его проводят и делают определенные выводы. При проведении таких опытов педагог становится наблюдателем за ходом работы и выполнением правил безопасности. Конечно, таких экспериментов мы проводим немного, но детям они очень нравятся и мы должны давать возможность проведения таких экспериментов, чтобы дети делали это самостоятельно. если на этапе дошкольного возраста мы с вами смогли заложить именно интерес к исследовательской, интерес к экспериментальной деятельности, то, соответственно, уже в другом возрасте, уже в возрасте школьном, то мы можем переключился слайд, если мы с вами дошкольном возрасте смогли заложить интерес к экспериментальной, интерес к исследовательской деятельности, то он будет сохраняться уже и на этапе школьного момента, на этапе обучения в школе и так далее. Следующий момент это какие же исследования можно проводить по блокам. Эти исследования у вас есть в файле и в общем я о них расскажу. Это содержание организованных исследований можно распределить по следующим блокам. Первый о мире животных и растений. Исходя из собственного опыта дети очень любят его. Как звери живут летом зимой овощи фрукты условия необходимые для роста и развития. Здесь на слайде вы видите и название с водой и без воды на святую в темноте как растения себя могут вести. Именно этот блок тоже есть в файле поскольку времени не очень много остается вы можете скачать и посмотреть. Следующий блок здесь описание самого эксперимента тоже я его пропущу и здесь вы можете его почитать. Следующее это о материалах. Как я уже сказала эти материалы вы можете попросить принести детей самостоятельно или же самим собрать. но как я уже сказала что если дети приносят эти материалы самостоятельно то наш интерес подогревается намного больше. Допустим бумага, ткань, дерево, металл, пластмасс, стекло но наиболее прям любимые исходя из моего опыта это опыты с бумагой. Именно этих материалов должно быть более 10 штук. дети знакомятся с различными видами бумаги это допустим салфенточная оберточная чертежная и учатся сравнивать те или иные свойства нашей бумаги. Самым увлекательным опять же экспериментом в файле он есть это поющая бумага о нем я рассказывать подробно сейчас не буду тоже посмотрите если вас это интересует. Следующий момент это эксперименты которые касаются человека нашего тела и нашего развития это наши помощники глаза нос уши рот при работе над этим блоком ребят заинтересовывает игра наши помощники в процессе которые они знакомятся с органами чувств их значения следующий блок это природных явлений а здесь у нас входят времена года явления погоды объекты живой или неживой природы допустим там вода лед снег в результате опытов с водой воздухом ребята выясняют что вода не имеет формы умеет переливаться испаряться и так далее можно провести простейший опыт почему осенью бывает грязно сделать грязь на нашем занятии при помощи глины допустим и воды следующий блок который тоже представлен в файле это о предметном мире посуда мебель игрушки что из чего будет узнай по звуку ребята закрепляют знания материалов из которых сделаны предметы упражняются в умении различать виды материалов по звуку также детям можно предложить поразмышлять что если бы стекло допустим не было прозрачным там что если бы вода не принимала форму определенную допустим не приобретала форму предметов которые мы ее переливаем и таким вот образом мы можем позадавать детям вопросы они могут поразмышлять следующие это о геометрических фигурах блок круг прямоугольник призма ром знакомство с геометрическими фигурами начинается с многократного обведения контура фигуры пальцем в сопровождении слова далее сравнивается фигура между собой вырисовываются контуры в воздухе и модели могут накладываться друг на друга такое блочное планирование позволяет интегрировать все пять образовательных областей нашего нового федерального государственного образовательного стандарта нашего ВГОС и дети проживают тему в разных видах детской деятельности и не испытывают сложности перехода от предмета к предмету усваивают большой объем информации осмысливают связи между предметами и явлениями в процессе экспериментирования дети получают возможность почувствовать себя учеными почувствовать себя исследователями это всегда для детей интересно а также могут почувствовать себя художниками скульпторами творцами благодаря опытам дети сравниваются поставляют делают выводы большую радость и удивление даже восторг они испытывают от своих больших и маленьких открытий которые вызывают чувство удовлетворения от проделанной работы что касаемо самих экспериментов в файле который прикреплен для скачивания у вас есть эксперименты и опыты которые не только для детского сада там большое количество экспериментов и опытов для начальной школы физически химических опытов там нет это опыты которые можно использовать при помощи подручных материалов их можно проводить они очень легкие но при этом очень интересные и захватывающие для детей но по информации которые я хотела бы дать чтобы вы поняли для чего мы включаем исследовательскую экспериментальную деятельность на что обратить внимание у меня сегодня все сейчас я посмотрю вопросы если есть такие смотрите опыт эксперимент здесь нету прям такого Светлана опыт эксперимент это разные понятия нет это не разные понятия просто они даются как разные понятия у нас с вами даже есть понятия сейчас минуточку смотрите у нас есть несколько понятий определения опыта несколько понятий определения эксперимента нет это одно и то же просто существует несколько разных понятий Да, вот тут Олег ответил. Опыт общий, эксперимент это частное. Спасибо большое. Смотрите, для какого возраста опыты в файле? В файле опыты, начиная с дошкольного возраста и заканчивая начальной школой. Старшей школы в файле опытов и экспериментов нет, потому что, ну, не думаю, что к этому возрасту им будет уже это интересно. Но если нет больше вопросов, я жду Татьяну Викторовну для завершения вебинара. Надеюсь, что информация, которую я дала вам сегодня, была интересной и полезной. Я смогла донести то, что мне хотелось. И большое спасибо вам за внимание.